Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана, и сегодня мы пройдёмся по такой теме, как 70 тысяч подписчиков на моём канале. Спасибо лично тебе, ты красавчик. Благодаря тому, что ты есть, благодаря тому, что ты меня смотришь, я себя мотивирую и делаю качественный и сочный контент, который тебе нравится и заходит. Кстати, лайк влепи сюда, будет прикольно. Сегодня пройдёмся по такой теме, как ответы на вопросы. За последнее время накопилось крайне много, просто множище вопросов, на которые я готов ответить лично тебе прямо в этом видео. Также в истории и ВКонтакте я задал тебе такую тему. Напиши вопрос, я на него отвечу, и сегодня пройдёмся по самым сочным и актуальным вопросам. Интересно? Присаживайся поудобнее. Да, в принципе, начинаем. Итак, один из первых самых важных вопросов, который встречается практически через раз. Где видео про FPS? Скажу тебе так, видео про FPS будут выходить обязательно, но я практически всё рассказал, что можно было рассказать. Поэтому посмотри мои старые видео, некоторые способы действительно актуальны по сей день. Плюс, сейчас ты получишь денежки от бабуль, от мамы и так далее, либо, может быть, 13-й зарплат придёт и прочее. Купи себе комплектующие на Авито, на Юле, неважно где, ты можешь найти себе дополнительную оперативку. Возможно, кто-то какую-то видеокарту продаёт. Попробуй себе улучшить свои девайсы, и это реально поможет тебе. Ну, не девайсы, в смысле, комплектующие. Ну, и параллельно, жди, когда я сейчас уже начинаю поглядывать по операции, есть несколько моментов, которые также помогут тебе повысить FPS. Но это, наверное, через недельку будет. Поэтому, наиверись терпения, и мы летим ко второму вопросу. Второй вопрос тоже встречается крайне много. Сколько ты зарабатываешь? Давай я тебе так скажу. Для тебя 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге нормально? Если да, всё, мы с тобой об этом поговорили. Но если ты хочешь знать, сколько получает чистых с Ютьюба, у меня есть видео на эту тему. Ну, давай, чтобы ты его не смотрел, там всё там затянуто и так далее, тебе так скажу. Ютьюб за просмотры крайне мало платит. Он платит 1 доллар за 1 тысячу просмотров. Это примерная цена. Плюс, если накинул жёлтый значок, это сразу до свидания. Рекомендации, до свидания, всё, до свидания. Если какая-то монетизация, отключена монетизация полностью, это красный значок, да, когда, допустим, ты авторские права какие-то нарушил. Это вообще, Габелла, забудь, что у тебя вообще ролик где-то кто-то посмотрит. Даже оповещение твоим подписчикам не придёт. Поэтому у меня получается так. Просмотры идут, деньги я не получаю, потому что каждое видео у меня сначала получает жёлтый значок. Потом переходит в зелёный. А вот когда он переходит в зелёный, уже все мои подписчики посмотрели этот ролик. И монетизацию я практически не получаю. То есть в среднем у меня получается, вот сейчас я точно тебе могу сказать, 12-15 тысяч рублей я получаю только с Ютьюба. Ну, без всяких там реклам и так далее. Но рекламы мне позволяют, позволяют увеличить свой бюджет. А именно, это Health Store, это SDTV, это, ну, множество всяких ещё. Просто сейчас я в последнее время работаю с ним, потому что с ними действительно интересно и очень-очень даже приятно. Особенно с SDTV.gg. Опа, ещё какой-то вопросик пришёл. Сейчас я его прочитаю и тебе озвучу. Суть такая. Я получаю практически львиную долю с рекламы. Стрим, это всякие интеграции, это прероллы, это всякие, ну, скрытые рекламы, потому что мне заказывают просто ролики на определённую тему. Я это тоже рассказываю. Кстати, недавно был ролик про SkinChanger. Ну, точнее, хотели у меня заказать ролик про SkinChanger, но я отказался, пацаны. Не в деньгах дело, а знаешь в чём? Потому что ты за него мог бы получить бан. И я о тебе думаю. Не думай, что я такой продажный. Я делаю рекламу исключительно понимая, что этот продукт, который я тебе рассказываю, может сделать тебе приятно. Особенно, например, как с SDTV.gg. Залетаешь туда, на халяву можешь поиграть в турнир и заработать баблишко. Круто, классно. Ещё у него-то всякие розыгрыши и прочее. И плюс ещё HellStore. Ну, HellStore сейчас расскажу. Вот сейчас прямо он и начинается. Ищешь способ поднять скины? Перед вами сайт HellStore. Работает с 2015 года, а это означает 5 лет. Этот сайтик радует нас. Тут есть два режима игры. Первый это CoinFlip, это подбрось монетку и шансы 50 на 50. И второй режим это Classic. Это сколько ты денег поставишь, ну и такой процент ставки у тебя. Давай, кстати, по Койну и покатаем. Точнее, по классику. Залетаем сюда, нажимаем ставка, выбираем несколько предметов и поставим. 14 секунд до конца. В принципе, 62% на победу. Надо ручки натереть. Поехали, 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 поехали. Давай, моё лицо. Звучит как ни странно, но я его хочу сейчас видеть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Да ну куда? Ну близко было. Я-то ладно. Для тебя подготовил сюрприз. Зайди на сайт HellStore. Веди промокод Сайбербанана и получи ништяки. Ссылочку найдёшь в описании. Следующий очень частый вопрос тоже касается моих комплектующих и, в принципе, моего рабочего стола. Давай сделаем так. Я сниму обзор на своё рабочее место, сколько она стоит, что у меня вообще есть и так далее. Кстати, тут траву себе постелил недавно зелёненькую. Но давай так, в комментариях прямо сейчас ты пишешь «Хочу увидеть траву». Звучит прикольно. Но если это много-много так людей напишет, то я сниму обзор по вот этому-вот этому всему. Окей, летим к следующему вопросу. А ты можешь в комментариях уже написать. Тут у всех вопрос размыт, но смысл, наверное, я уже понял. А именно, почему ты начал этим заниматься и почему ты назвал себя Кибербанан? Скажу сразу, начну, что Кибербанан не было такого понимания. Было сначала борода гуру и так далее. Я занимался спортом и рассказывал на своём, на вот этом канале, рассказывал про споршу. Можно там пить воды побольше, там кушать всякого говна поменьше и прочее. Но я понял, что это никому не интересно и перешёл на то, что действительно люблю. Именно Counter-Strike 1.6 это моя любимейшая игра. Я играл её вообще, жил просто в ней. А потом, когда CSGO появился, я занимался спортом, а потихоньку вцепился и в CSGO. И теперь на этом канале рассказываю про CSGO. Борода гуру, естественно, ушёл в никуда, потому что SD пришёл, задонатил мне и избрил мне нахрен городу. Я подумал, что надо менять своё название, потому что без бороды, а название Борода гуру не подходит. И я взял Кибербанан. Кибер, это, понятно, Киберспорт, поэтому я взял вот эту частичку. А банан, потому что я обожаю бананы, и когда я тренировался, постоянно знал, что если ты покушаешь банан, да, там, гликемический индекс маленький, то тебе вполне будет достаточно набраться вот этих калорий, и они не спеша потихонечку будут перерабатываться. Кстати, не буду тебя грузить этим. Короче, вот такая суть. Я люблю бананы, и Киберспорт взял Кибербанан. Кибербанан получился классно. И выглядит прикольно. Кстати, логотипчик себе скоро замутим. Фариквальненький. Почему именно Counter-Strike? Ну, в принципе, я на этом уже ответил, потому что я жил в 1.6, и мне это очень сильно нравилось. Но в будущем мы будем играть помимо Counter-Strike в разные игры. И также видосики будут выходить в разных интересных таких моментах. Например, как повысить FPS в Fortnite, я уже тихонечко там наблюдаю и знаю, что тебе рассказать. Также с Пагбом будет, и также будет с разными другими интересными новыми играми. Кстати, я уже купил себе Киберпанк, и я жду, 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 когда будет 10 декабря. И прямо в прямом эфире я тебя жду. Приходи, мы вместе будем его проходить. Мои комплектующие мне позволят сыграть практически на максималках. Поэтому... Практически ни хрена себе. На максималках мы летим. Поэтому обязательно, братиш, 10 декабря, будильник ставь, мы с тобой вместе будем эту игру проходить. Здесь касательно того, что ты думаешь по поводу Твича. Почему ты туда перешел, и почему ты параллельно стримишься на Ютьюбе и на Твиче. Скажу так, в двух словах тоже. На Твиче очень много хорошей и качественной аудитории. Я хочу общаться также с адекватными людьми, которые есть на Твиче. Да, отчасти там бывает, бывает, пацаны, все мы знаем. Но я знаю, что ту частичку аудитории, которая любит Твич, почему я ее должен игнорировать? Нет. Я считаю, что они достойны. Точнее, я достоин их, они достойны меня. Поэтому я туда параллельно стримлю. Но вдобавочек, в будущем я сразу говорю, что потихоньку с Ютьюба я буду уходить стримами в Твич. Почему? Да потому что на Ютьюбе плохое качество. И я тебе действительно говорю, у меня постоянно мыли-то, то и квадратики какие-то. И для Counter-Strike реально это мало. Может быть, какие-то другие игры, я думаю, тоже плохо. Потому что там еще больше деталей и только хуже будет. А на Твиче качество идеальное. Поэтому я за качество. И потихонечку перехожу на Твиче. Сейчас прочитал вопрос очень интересный. Чем ты вдохновляешься? Это такая философская тема на самом деле. Скажу так. Я вдохновляюсь тем, что я смотрю Counter-Strike. Я смотрю, как играют профессионалы. И я хочу играть точно так же. Когда я играю на стримах, я очень сильно отвлекаюсь. Смотрю чат, и поэтому вы не видите всю ту игру, которая действительно у меня есть. А я играю достаточно неплохо. Но не готов я играть еще на десятых левелах. Недавно я проходил, пытался с проигроками сыграть на десятках. И набивал максимум 10 килов. Я считаю для себя... Ну, это показатель того, что я слишком закрыто играю. Я не готов. Мне нужно больше агрессии и так далее. И вот это, вдохновляясь этим, что я понимаю, что я могу больше, но почему-то мне не получается. И вот это не получается, и дальше вдохновляет меня. А вдобавочек, когда я набираюсь опыта, я могу что-то интересное и, может быть, даже отчасти веселое, показать тебе на этих видосах, которые ты смотришь. Поэтому вот вдохновление в чем? Вдохновление внутри себя. Потому что, когда ты прогрессируешь, ты вдохновляешься. А, ну, если когда тебе вообще все херово, ты можешь посмотреть мотивирующие видео на YouTube. И на первое время этого хватает. Когда встреча с подписчиками? Дружище, ты же в окно-то видел? Там вообще что творится? Там коронавирус везде. Если я сейчас соберу хотя бы там человек 5-10, блин, меня административный штраф в окно. Не-не-не-не-не. Ребят, подписчики мои родные, все будет, когда вот это все разойдется. Возможно, допустим, в следующем году я полечу в Сочи. Скорее всего, в Сочи есть кто-то. Я там соберу народ, мы там посидим, потусим, чайку попьем и пообщаемся. Ну, я, возможно, и мерч уже к тому времени сделаю и что-нибудь вам подарю. И также есть какие-то другие там города, возможно, и страны буду двигать. То, естественно, с вами со всеми встречаюсь. Но основа это Санкт-Петербург. Я знаю, здесь есть хорошие компьютерные клубы. Я знаю, здесь хорошие кафе есть. Мы можем все вместе тоже собраться и потусить. Но пока это рано, потому что, сами видите, что на дворе творится. Поэтому, поняли, пацаны? Ждите обязательно. В следующем году, я думаю, летом мы что-нибудь провернем. Сейчас пойдут такие простые вопросы, простые ответы. Сколько стоят твои девайсы? Я рассказал про траву там. Что-нибудь напиши в комментариях. Я расскажу абсолютно все. Связано это с рум-туром также. Кто-то просует, рум-тур, рум-тур хочу. Говорю, трава, и я тебе оформлю. Вообще все по высшему пилотажу. Что я жду от Counter-Strike? От Counter-Strike я ничего не жду, кроме как 128-й тикрейт и нормальный античит. Вот сделайте так, как на Faceit Valve. И все, вопросов к вам не будет. Скинов мне достаточно. Мне всего достаточно. Вот только вот это сделай, пожалуйста. И ничего мне больше от тебя не надо. Я буду просто кайфовать. Ну, кстати, если я не сделал 128-й тикрейт, очень много будет вопросов касательно FPS. Потому что это большая нагрузка на компьютер. И габелла. Следующий вопрос. Сколько стоит кресло? Кресло стоит 30 тысяч. Наверное, сейчас, наверное, точно так же и стоит. Возможно, 35 сейчас подорожало. Потому что, сам понимаешь, доллар вырос. И за счет чего и денежки, как бы, надо расчехлять побольше на кресло. Ладно, я думаю, на сегодня хватит. Иначе ролик очень слишком уже растянулся. Сделаем так. В комментариях ты напишешь свой вопрос. И когда наберется достаточное количество вопросов, я также сделаю вопрос-ответ. Это очень интересно, мне кажется, для меня. И очень интересно для тебя. Ты получаешь очень много полезной и интересной информации. А я делюсь с тобой этой самой информацией. Давай, дружище, пока-пока. Рад тебя был видеть. И, кстати, залетай сегодня на стрим 18.00. И посмотри вот этот годный видос. Я тебя там жду. Давай. Продолжение следует... Пока! Пока! Продолжение следует...